Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите в выпуске. Не все идет по плану. Доклады о ходе реализации государственных программ на территории автономии заслушал вице-губернатор региона. До конца следующей недели закончат дорожные работы по улице Горького. Мэр Биробиджана проинспектировал реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Режим ЧАЭС регионального уровня объявлен в ЕАО. На всех гидропостах уровень воды достиг отметки «Опасное явление». Много вопросов о ходе реализации государственных программ на территории автономии возникает у руководства области. Каковы причины низких темпов? Это выясняли в ходе совещания при вице-губернаторе Дмитрие Братыненко. Сегодня на территории автономии реализуется 38 государственных программ. Касаются они сфер жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и других. Лимиты, которые у нас выделены на финансирование государственных программ на год, составляют 17 млрд 222 млн рублей. Уровень кассового исполнения по федеральному бюджету составляет 29,3%, областной бюджет – 49,5%, местный бюджет – 4,3% и внебюджетные источники – 86,1%. Когда уровень освоения средств ниже 50%, это плохой результат, отмечает Дмитрий Братыненко. По иным направлениям этот результат и вовсе составляет далеко не половину. Так, в развитии сельского хозяйства – 4,1%, формировании комфортной городской среды – 7,7%, переселении граждан из ветхого жилья – 9,9%. Освоение крайне низкое. Я понимаю, что сегодня август, и эти цифры собраны на июнь месяц. То есть, может быть, где-то уже подтянулось, но оставим на Новый год, а потом успешно бегаем с Андреем Владимировичем, созваниваясь в Министерство финансово-Российской Федерации, чтобы до 31 января, в декабре, держать возможность оплаты за слово. Но это не системная работа. Заслушав доклады руководителей профильных департаментов и обнаружив проблемные точки в работе по реализации проектов, вице-губернатор вынес решение усилить контроль за своевременным исполнением программных мероприятий, освоением бюджетных средств, своевременно вносить корректировки в госпрограммы ЯО. Ольга Тимченко, Александр Скопенко, Новости, 21. Ход дорожных работ проинспектировал мэр Биробиджана в ходе очередного объезда. Так глава города распорядился до конца недели расчистить проезжую часть по улице Горького, а также уложить там выравнивающий слой асфальта. Закончить все работы на участке должны уже до конца следующей недели. Продолжается асфальтирование и на других участках автомобильных дорог областного центра. Асфальтные работы у нас по графику подрядная организация выполняет Широкая, где они должны приступить с 24 августа. И примерно с учетом, дай бог, чтобы погода дала, в течение недели должны провести работы по Широкой, приступить к обустройству, ремонту дороги улицы Советской до границ с региональной дорогой до нулевого километра. И вот этот маленький участок до переезда. На улице Широкая к мэру присоединилась депутат законодательного собрания ЕАО Елизавета Славина, в чей избирательный округ и входит эта территория. Она озвучила главе города ряд вопросов, с которыми к ней обращаются местные жители. Первый вопрос – это освещение от остановки в сторону коттеджного поселка Невский квартал. Это жители микрорайона делали заявку. Сейчас, сегодня уже вечером, мне скажут, точные сроки, когда зайду. Также тот вопрос по Широкая 6, корпус 1, водоотведение строительства дренажного колодца, уже на этой неделе будет заключен договор с подрядчиком и приступят к работам. Совместно с жителями района мясокомбинат оговорили ремонт дороги по улице Стяжкина. Так выяснилось, что на этом участке необходимы дополнительные работы по укреплению и отсыпке грунта, а также оборудованию дренажных труб. После обсуждения проблемы с правительством области определились, что дополнительные средства поступят из бюджета региона. Андрей Кирюшин, Александр Скопенко, Новости 21. Решение о введении режима ЧАЭС регионального уровня было принято на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Совещание прошло под председательством главы автономии Ростислава Гольдштейна и при участии заместителя полномочного представителя президентов ДФО Игоря Кобыличенко. Сегодня на всех гидропостах области фиксируется рост уровня воды. В зоне подтопления уже находятся два жилых дома, 75 приусадебных участков, 9 участков дорог, более 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. ЕАО готовится встретить удар стихии. Вода еще будет прибывать, будет прибывать до 17-го числа включительно. С 17-го по прогнозам будет стабилизация. Срочно принять все необходимые меры по разворачиванию ПВР, не подготовки, а именно развернуть ПВР и ввести их работу, чтобы все было готово не позднее 14-го августа, 12-го года. На данный момент в регионе развернуты пункты временного размещения более чем на 400 мест. Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что достигнута договоренность с владельцами гостиницы руководством санатория Кульдур для дополнительного размещения граждан. Также глава региона в режиме видеоконференц-связи побеседовал с начальником гидрометеоцентра Светланой Агеевой. Глава региона отметил необходимость организовать замеры на гидропостах каждые два часа и передачу оперативных данных в круглосуточном режиме. Кроме того, для предварительной оценки ущерба в районах области начнут работу специально созданные комиссии. Итоги их деятельности поручено подвести в трехдневный срок. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21. Смотрите далее. Кто лучше управляет велосипедом? Воспитанники профильного отряда факультет «Мужество» побывали на полосе препятствий от сотрудников ГИБДД. Нашим рекам и озерам чистые берега. Под таким лозунгом вышли сотрудники компании «Транснефть Дальний Восток» на берег реки Бира для того, чтобы очистить территорию от мусора. Зарядкой, кроссом, матчами и боями отметят День физкультурника в Биробиджане. За спорт, за будущее автономии. Награды ко Дню физкультурника вручили ведущим спортсменам области. Когда нужен диван для больших компаний, для уютных вечеров, для самых сладких снов, для серьезных решений. Купи для дома. Когда нужен диван. Яркие, стильные, модные и, конечно, классические. Все это об ассортименте шуб с выставки Кировской меховой компании, где вы сможете выбрать красивую современную теплую шубу, которая будет радовать вас долгие годы. С 12 по 15 августа в ТЦ «Алекс», город Биробиджан. 0+. Дискаунт «Рамбар» с вами уже 6 лет. Отмечайте день рождения с нами. Мороженое «Березка» всего за 6,99. Очаровательно, женственно, неповторимо. Салон «Леди Шарм» обновляет ассортимент свадебных платьев, идеальные наряды для обворожительных невест и множество стильных аксессуаров в наличии. «Леди Шарм» – это широкий выбор повседневной одежды и вечерних платьев, трендовые новинки и соблазнительные цены. «Леди Шарм» Шалом Алихима 10А. Вход со двора Камеи. Очки по вашему заказу всего за полчаса. От бесплатной диагностики до готовых очков всего 30 минут. И это не шутка. Это оптика-сервис на бирж-шоссе 2-й километр 17Б. Приходи и покупай свои очки. Во Франческо Донни ликвидация. Ждем вас в торговом центре «Арбат». Ликвидация со скидками до 80% на всю обувь до 31 августа 2021 года. С Франческо Донни выгодно. Торопитесь. На Шалом Алихима 1Б. Когда дорога каждая секунда, на помощь приходит диагностический центр «ИСИДА». Это операции любой сложности, дневной и круглосуточной стационары, консультации опытных специалистов, работа в системе ОМС. Диагностический центр «ИСИДА» 36-00. Чем порадовать себя и близких? Подскажет «Зеленая лавка». Свежая зелень и овощи, экзотические фрукты, ароматные специи и орехи из разных стран. А еще соки и сладости к вашему столу. «Зеленая лавка». Димитра 18. Медицинский центр на Ленинградской лабораторной исследовании. УЗИ «Рентген», город Хабаровск. Звоните 4212-301-911. 4212-301-911. О противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Внимание, садоводы и огородники! На переулке МТС-20 открылся новый магазин. Инвентарь, комплектующий, грунт, удобрения и новинка. Опрыскиватели с аккумулятором. Все для сада и огорода на переулке МТС-20. Выставка пальто из шерсти качества «Люкс» по доступным ценам. «Биробиджан» с 12 по 15 августа с 10 до 19 часов. Областная филармония. Жаркие скидки на летние коллекции в магазине «Жизель». Легкие платья, стильные костюмы, свежие тренды и сочные цвета. Обновляйте гардероб со скидками до 90%. Красивое лето с магазином «Жизель». Улица Комсомольская, 10. Кофебрейк. Автокофейня в «Биробиджане». Центр города. Удобная парковка. Получение заказа, не выходя из авто. Напитки и закуски. Свободный Wi-Fi. Доставка и предзаказ. Звони 8-924-153-44-40. Заезжай в Кофебрейк. Остановка «Радуга». Вашей уставшей мебели поможет хорошая перетяжка. Более ста видов материалов. Приедем, заберем, перетянем и привезем обратно. Новая жизнь вашей мебели. Обозная 50А. Телефон 7-00-44. Землеустроительная компания «Бирзенпроект». Любые кадастровые, проектные, геодезические и оценочные работы. «Бирзенпроект» – это межевание земель и картографическая съемка. «Бирзенпроект» – это опыт с 2010 года. «Бирзенпроект». Шалом Алейхима, 27А. Федеральная аптечная сеть «Советская аптека». Теперь в Биробиджане. Более 30 тысяч наименований товаров по государственным ценам. Постоянные акции и надежное качество фармацевтической продукции. «Советская аптека». Улица Ленина, 16. Что подарить близкому, если он плохо слышит? Хороший слух – лучший подарок. Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам по телефону. 730. С пляжу на распродажу. Купи шубу летом в Северине со скидкой. В рассрочку. Выгода 100%. С 16 по 22 августа. ТЦ «Алекс». На сбор кедрового ореха требуются кедролазы, проживание, питание, доставка до места работы. Оплата сдельная, высокая. Телефон 8-964-829-09-61. Дубинки, наручники и бронежилеты. Сотрудники госавтоинспекции организовали полосу препятствий для воспитанников профильного отряда «Факультет мужества». Мероприятие делилось на две части. В практической дети ощутили себя инспекторами ГИБДД, а в теоретической вспомнили правила поведения на проезжей части. «Если горит красный свет для автомобиля, лучше остановиться. Или если пешеход, то если горит красный свет, то лучше посмотреть направо и налево и убедиться, что машина остановилась». За семь месяцев 2021 года на территории ЕО зафиксировано 17 ДТП с участием детей, в которых 17 несовершеннолетних получили травмы. Подобные мероприятия через игровую форму предупреждают ребята последствиях, тем самым сокращая несчастные случаи. «Если разбирать эти дорожно-транспортные происшествия по виновности, все-таки кто был больше виноват в тех ДТП, в которых пострадали дети, то печальная статистика говорит о том, что это все-таки дети виновники в данных ДТП. Из этих 17 ДТП, 10 ДТП как раз-таки произошли по вине несовершеннолетних участников дорожного движения». «Как признаются ребята, встречу с полицейскими ждали. Они еще раз вспомнили правила поведения велосипедиста и пешехода на проезжей части и интересно провели время все вместе». Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21. «Нашим рекам и озерам чистые берега». Под таким лозунгом вышли сотрудники компании «Транснефть Дальний Восток» на берег реки Бера. Для того, чтобы очистить территорию от мусора, который остается после некоторых любителей шашлыков и отдыха на природе. Подобные экологические акции уже стали традиционными. Они проводятся с 2015 года. «У нас развита такая четкая есть экологическая политика. Мы этой политикой придерживаемся, чтобы в рамках соблюдения нашей экологической политики и наших целей эти мероприятия различными структурными подразделениями нашего акционерного общества «Транснефть Дальний Восток» проходят на постоянной основе». Несмотря на будний день и занятость большинства работников, на предложение присоединиться к акции откликнулись многие свободные дежурства сотрудники. 15 человек вместе с семьями общими усилиями очистили прибрежный участок в районе микрорайона имени Бумагина. По заверению участников, они с большим удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях, понимая, что родной город нужно содержать в чистоте. «Все желающие вышли просто-напросто, объявили, кто хочет принять участие в мероприятии. Мы вышли и убрали берег, беры наши, так сказать, то место, куда все горожане, и мы ходим, так сказать, отдыхать. Ну и, соответственно, неприятно ходить на природу, да, где куча мусора, то есть решили вот поддержать этот участок». По завершении уборки для детей участников импровизированного субботника организовали экскурсию в заповедник Бастак, где ребята смогли собственными глазами увидеть девственную, нетронутую человеком природу Дальнего Востока. Андрей Кирюшин, Александр Скопенко, Новости 21. «Мы верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем при гордом наши звонки дать имена». Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня физкультурника, которое отмечается во вторую субботу августа, прошло в региональном правительстве. Среди приглашенных – председатели спортивных федераций области, именитые спортсмены, преподаватели физической культуры и спорта, образовательных учреждений и тренеры профильных организаций области. «Праздник уже традиционно 100 лет празднуем в России, начиная с далекого начала 2020 года, когда общество «Динамо» и многие другие общества тогда в Советском Союзе отметили этот день. И в этот день чествовали спортсменов, тренеров. На сегодняшний день традиции спорта, которые продвигаются в Еврейской автономной области, радуют нас успехами тех ребят, которые представляют наши интересы на всероссийских соревнованиях». Гостей тепло поздравили с праздником, а также вручили награды. Нагрудным знаком «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» награждена директор спортивной школы Ольга Пашнина. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры ЕАО» присвоено Аркадию Зайцеву. Благодарности губернатора области получили тренеры, педагоги и президенты спортивных организаций региона. Также наградили стипендиатов, ведущих спортсменов 2020 года, среди которых мастера спорта по киокусинкай и спортивному ориентированию. Звание «Мастер спорта России» на мероприятии было присвоено троим спортсменам в направлении киокусинкай и спортивная борьба. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21. О том, как спортивная общественность и активные граждане отметят в этом году 14 августа, День физкультурника, рассказал сегодня на Авторадио директор Центра спортивной подготовки ЕАО Максим Галачев. Суббота у нас начнется День физкультурника, как это было очень многие годы, например, Советского Союза, с праздничной зарядки с утренней. Федерация Кудо, федерация Тхэквондо, которые проведут зарядки со своей спецификой, со своими специфическими упражнениями. Увенчает зарядку своим разминочным комплексом представитель национального фитнес-сообщества Сергей Бабков, после чего среди всех участников разыграют 4 сертификата на 2500 рублей от спортивного магазина и сувениры с символикой ГТО от Департамента спорта правительства области. Затем праздник переместится на стадион «Дружба», где стартует баскетбольный турнир и кросс. Все очень здорово, на хорошем уровне. Спасибо Федерации баскетбола. Она вытягивает очень много организационных моментов. Людям нравится ранжевый мяч, все могут принять участие и достаточно интересно провести свои выходные. Также в это же время у нас стартует кросс. У нас турнир по кроссу, посвященный Дню физкультурника. Там же на «Дружбе», который пройдет по дорожкам стадиона. К участию в кроссе, как и в зарядке, приглашаются все желающие. Кроме этого, в День физкультурника состоятся матчи по футболу и пляжному волейболу, а на комплексе «Фома» пройдет турнир по смешанным боевым единоборствам ММА. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Прохлада. Ее уже почувствовали жители Биробиджана. Это означает только одно – зима скоро вступит в свои права. И готовиться к ее приходу лучше прямо сейчас. Тем более, что в гости заглянула выставка продажи меховых изделий «Зимняя сказка». И привезла множество новинок, подготовила массу интересных предложений. А еще скидок. Сегодня на выставке роскошных шубок можно приобрести элегантную норку всего за 69 тысяч рублей. Отличное предложение. Сейчас на выставке действует система скидок. При полном расчете до 50% скидка. Также изделия можно оформить в кредит. Выставка «Зимняя сказка» – это настоящее изобилие первоклассных меховых изделий, только отечественного производства. Из мутона, енота, лисы и не только. Шубки из великолепной яркой лисицы – от 40 тысяч рублей. Скидки на норковые изделия – минус 40%. Мутон – от 15 тысяч. Также в наличии изящное пальто. Роскошный выбор и роскошные условия приобретения. Шубки всех категорий. Размерный ряд – от 38 по 68. Элегантная классика, эксклюзивные варианты. Последние тренды – молодежные моды, эко-шубы. Стильные модели, притягательная цветовая палитра или мягкие тона – для тех, кто ценит естественность. На выставке действуют распродажи головных уборов, меховые шапки – всего за 1000 рублей. Зимняя сказка ждет пиробиджанок до 15 августа в фойе областной филармонии. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не спешите обгонять! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продам новое помещение в центре Биробиджана на Арбате. 160 квадратов. Большая парковка. Земля в собственности. Цена 7 миллионов 500 тысяч рублей. Торг. Телефон 8 968. 135 99 95.